Сегодня мы поговорим о политических рисках, однако не в контексте Украины, а к украинским политическим рискам мы привыкли, а в контексте Европы. Шотландия осталась в составе Объединенного Королевства, однако тема сепаратизма для Европы только начинается. По данным социологических опросов, примерно 60% жителей Каталонии хотят отделиться от Испании. Референдум пройдет в ноябре и может стать спусковым крючком для других европейских стран. Конечно, тема эта очень неоднозначная, однако тема очень громкая, и это будет однозначно негативом для всей еврозоны. С высокой вероятностью политика будет двигать курс евро против доллара вниз. Поэтому к бычьим факторам по доллару можно отнести теперь не только рост ставок и макроэкономику, но и рост политических рисков в Европе. Я не сильно удивлюсь, если в следующем календарном году мы увидим паритет, то есть доллар будет равен евро. Конечно, вряд ли возможны какие-то серьезные силовые акции или военно-политическая нестабильность. В Европе все будет проходить мягко и цивилизованно, как предполагалось относительно Шотландии. Однако экономику это радовать не будет. Что касается России, то более дешевый евро – это важнейший экономический фактор. Европа остается нашим основным внешнеторговым партнером. Более дешевый импорт несколько сгладит удар от санкций и прочий политический негатив. Европейские компании будут стараться, ну, как минимум, сохранить свои позиции на российском рынке. Для России, с одной стороны, это удар по импортозамещению, с другой стороны, это фактор сдерживания инфляции. В любом случае, российские потребители выиграют, потому что европейские товары станут более дешевыми. Конец текущего и следующий год будут очень интересными в политическом плане. Соответственно, тема сепаратизма станет основным фактором ослабления курса евро. Мир меняется очень быстро, и экономические и политические события сказываются на финансовых рынках, в том числе на соотношении валютных пар.